Сколько всего я сделал в Растине, описать словами. От внедрения шпионов до проникновения в иностранные кланы. Но сегодня история не об этом. Я вам расскажу историю новичка в одной прекрасной игре под названием GTA RP. Это один из тех проектов, о котором я так часто слышал и в который вы так часто меня просили поиграть, что я не сдержался и решил запилить вам целый видос о том, через какой путь мне пришлось пройти, чтобы вступить в самую опасную банду, будучи бомжом. Но всё по порядку. Ну а если ты хочешь видеть больше разнообразия и подобных видосов на моём канале, обязательно ставьте лайк и поддержите этот проект комментом. И если вы за пару дней наберёте 70 тысяч лайков, я сразу выпущу видос по Растику. Поверьте мне. Ну и можете предложить игру, в которую я бы мог ещё поиграть. Играл я, если что, на серверах Маджестика. 17-го числа у них открытие 8-го сервера. И если вы хотите меня встретить, заходите по ссылке в описании. Ну а сейчас всё по порядку. Первое, с чем мне пришлось столкнуться, это красивая загрузка и регистрация аккаунта. В принципе, это было логично. А дальше началась моя самая любимая часть в подобных играх. Это создание внешки персонажа. Почему у них у всех лицо такое грустное? Ха-ха-ха-ха. Очень долго я копался по различным параметрам, пока не создал его. И вы просто на него взгляните. Мне одному кажется, что это одно лицо. Ну а насчёт имени, конечно же, долго думать не пришлось. Гига-чиз. О, изи. Что нафиг? Весь остальной час я провёл очень весело. Я стоял в очереди на этот сервер. Спустя час гига-чиз прилетел в Штаты. Где меня ждал китайский друг, который должен выдать мне задание. У нас всё очень просто. У меня есть задания, которые вам помогут в начале пути и объяснят, что и как тут. Если нужно что-то, подробнее не стесняйся спрашивай. Естественно, первым же моим вопросом было, где можно заработать деньги. И именно там же я увидел знакомые слова. Работа лесорубом. Лесоруб 100%. И вот, на первый взгляд, всё просто. Я принял какое-то задание, и у меня появилась метка, куда мне нужно доехать. Я арендую самый блатной скутер, который мне только был доступен. И отправляюсь туда. Так, мне нужно ехать... Куда? Ну, судя по всему, мне нужно ехать куда-то туда. Графика здесь, конечно, сок. И так как это РП-сервер, взаимодействие с другими игроками, это самая главная и основная часть этой игры. Я замечаю взлетающий вертолёт и решаюсь у него узнать, где он заработал такие деньги. Ну, блин, я просто боюсь... Я просто боюсь свой скутер тут оставлять. Ну, в принципе, меня до лесорубов было бы неплохо, если бы подкинули. Какого-то серого? Да, да, да. И тогда, будучи новичком, я подумал, что первые лесорубы – это начальная часть задания. Ничего себе, вот смотрю, тут вообще богач получается. Нет, это все меня не нужно. А, понял. А что, кем работаете, если не секрет? Да, он лишь в кладу ещё. Ничего себе. А я так решил лесорубам устроиться. Это профессия подходящая для меня. Но, в принципе, если на меня посмотреть, да, то видно, что я люблю дерево порубить. Спустя пару минут я оказываюсь в том самом лесу, где мне нужно добывать дерево. Спасибо этому доброжелательному кладоискателю. Какие тут доброжелательные люди вообще живут? Уф. Здравствуйте. На самом деле, я думал, что когда я прибуду в точку назначения, кто-нибудь мне выдаст топор. Ну, типа, у меня задание пофармить дерево, значит, топор мне всё-таки кто-то должен выдать. Хотя бы какой-нибудь NPC. Но как же сильно я ошибался. Ребята, не подскажите, где тут топор получить можно? Или его где-то нужно покупать? На рынке надо покупать, на рынке. Ёлки-палки. Палетку надо пиздовать. А я просто задание получил, да, дерево нарубить. Да. Думал, тут топоры выдают. А ещё типа задание, типа, если СБПшки. Ох ты. Короче, я не туда, получается, забрёл, да? Мне нужно топор искать. Слушайте, вот, просто интересно. Мистер Дровосяк, можно к вам обратиться? Ну? Я смотрю, вы в Найках, тут ламба стоит розовая, да? И вот мне просто интересно, неужели рубкой дерева можно столько заработать? Нет, я на ферме работаю и в семье состою. Из его рассказа я понял, что он добрый фермер-семьянин, который просто пришёл поформить дерево, потому что ему так это нравится делать. И судя по тому, в каких он был шмотках, он мне показался чуваком, который знает, что здесь надо делать. Ф-90, М5, но не советую. По управлению она, по управляемости, даже лучше, Е-46 у меня есть. Не, ну получается, что дрова перевозить самое то, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. С ним я прообщался примерно 10 минут, и тут он открыл мне глаза. Оказывается, то задание, которое я взял, это был не начальный квест. И тогда этот добрячок согласился мне помочь разобраться с первыми заданиями и познать азы этой прекрасной игры. Но на самом деле первые мои мысли были, что он меня просто куда-нибудь увезёт и похитит. Это же РП-ситуация. Тут такое практикуют регулярно. Едем мы, значит, по тоннелю и никого не трогаем. Как вдруг за нами отправляются в погоню копы. Слушай, кажется, мы попали в какую-то передрягу. Сейчас посмотрим. Так, второй гражданин с этим машину. Сел. У меня будет выписан штраф, я являюсь сотрудником шерезы в департаментах. Может, я знакомился с моим удостоверением. Мы наклонились в тоннеле, это запрещено. И что больше меня поразило, так это то, что большинство игроков отыгрывают реально по РП. В первые полчаса моей игры атмосфера просто зашкаливала. По пути к тому проводнику он рассказал мне, как можно было проще простого нафармить много денег. Вообще рыбалка есть. Тут по кайфу люди стоят. Тупо удочку надо купить, 2-4 на 7 наживку и можешь ловить рыбу. Ну, слушай, звучит как будто самое простое, да, что тут может быть. И вот, наконец-то, мы добрались до проводника, где я подбираю начальные квесты. И судя по названию, вы можете понять, что они ориентированы чисто для новичков, чтобы такие, как я, научились ориентироваться и понимать механики. Первое задание было открыть банковский счет, с которым я справился довольно просто. А вот нафармить 3 тысячи долларов, это уже была другая история. Так, заработай 3 тысячи на работе подработки. Хорошо, что мой друг, с кем я только познакомился, смог меня отвезти туда, куда мне и было нужно. Работа шахтером. Я хочу у вас поработать. Хорошо. Идите к чекпоинту. Я подхожу к развилке и вижу два направления. Естественно, я вначале решил сходить налево. Добежал я, значит, до самого конца этой шахты и понимаю, что у меня нет кирочки. Теперь у меня снова появились проблемы. Где мне достать эту чертовую кирку, чтобы добывать эти камни? Я решил поговорить с этим добродушным мужичком и понял, что кирки он не выдает. Тогда я отправляюсь в другую сторону шахты. И, о чудо, я нахожу то самое место, где я и должен это все делать. Добыть руду. Все. Вот это по моей части. Я люблю добывать камушки. Ух, пошло дело. Давай, копай так же, как ты серу копал в Растиной. Поначалу мне это задание даже понравилось. Оно показалось простым и увлекательным. Ведь что может быть сложного в том, что тебе нужно просто кликать левую кнопку мыши и добывать камни, а после на тачке буквально пару минут отвозить их в другую сторону. И вываливать в кучу. А куда отвозить? Не подскажете? Вниз, что ли, туда? А, все, нашел, спасибо. Ведь за одну такую ходку тебе дают 400 долларов. Звучит очень перспективно, да? Но уже 10 минут сплошного гринда я понимаю, что это задание настолько скучнейшее, что его мне нужно просто каким-то образом пережить. Почувствуй себя настоящим Растером. Вот так этот камень. А тут все такие умолчаливые, или это у меня что-то? Как же это долго. Теперь я понимаю, что такое... GTA RP на эффект. Офигеть, это мне что, еще пять раз надо это сделать? Вы что, ровнете, что ли? Все это время тут стоял лифт, за который просто была полнейшая борьба. Люди просто отказывались друг другу помогать и впускать в него. Даже если там есть место. Хочешь работать, хочешь заработать, надо на шахте вкалывать на эффект до потери пульса. И ближайшие полчаса игры моей выглядели примерно так. Ну все, можно в принципе видос заканчивать. Я полчаса уже на эффект наснимал, как я руду формлю. И моим эмоциям просто не было предела, когда я отвез последнюю тачку и выполнил этот квест. Теперь я со спокойной совестью мог выходить с этой шахты. Фуууу, блин, тут даже воздух какой-то свежий, знаешь, не такой душный, как в шахте. Хорошо, что следующее мое задание состояло из того, что мне нужно было заехать на заправку и купить там телефон. Я был просто рад, что мне не пришлось 40 минут делать одних и тех же действий. Мдааа. Но забегая немного вперед, скажу вам так. Гриндить приходится только на старте, когда ты новичок. И эти начальные квесты на самом деле не обязательны. Но я был просто обязан выполнить их для вас. Так, ну, если можешь до магазина одежды докинуть. А там уже буду смотреть, что там за квесты дальше. Я не знаю почему, но из всей одежды в этом магазине мне приглянулась только эта шапочка. Ха-ха-ха. А, блин, вот это пушка нафиг. И как только я ее нацепил, в моей голове появился план. Я буду злобным лепреконом, который будет грабить всех подряд. Ха-ха-ха-ха. Ну, а для тех, кто хочет стартовать не так долго и душно, как это делал я, вы можете использовать мой промокод, который вам даст 20 тысяч долларов и 7 дней VIP-платинум. На самом деле, я тут слыхал, какие-то банды есть опасные, да? Да, как раз в их районе будет. А-а-а. Ну, если что, я пока не при делах, никого не знаю. Вряд ли меня кто-то будет трогать. Вот тут смотри, вот тут справа вход, поднимайся на второй этаж, на втором этаже, до конца коридора и налево дверь. Понял. А, зачем он залез? Вот, тебе нужны права категории драйв. Да. Две споймы. Хорошо. Кстати говоря, получить права в этой игре не составило и большого труда. Это тоже не киркой руду копать, как говорится. Все, я получил права. Все, у меня есть права. Щи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Подвезете меня по-братски? До автосалона. А, это вертолеты. Оказалось, что моих честно заработанных 8 тысяч долларов, это не что иное, как просто копейки в этой игре. Пришлось-то свой пояс немного подзатянуть. Нафиг я сюда пришел. Мне срочно нужно было понять, где мне добыть денег, чтобы купить хотя бы свой первый автомобиль. А я примерно догадывался, где основное скопление игроков. Возле полицейского участка. Поэтому отправился прямиком туда. Я смотрю, у тебя шляпа тоже из секонд-хенера, зеленого, того, квадратного. В переулке вон стоит. Я добрый лепрекон, ты что, не видишь, что ли? Тоже оттуда, да, закупился, братан? Или что? Да, да, да. Ну а ты как думал, надо же как-то вот... Не, ну челюга у тебя мощная, конечно. Конечно. Ты мои еще гучи тяги не видел, посмотри на них. Всем нравилась моя шапочка? Ну, конечно же. От моего персонажа харизмой так и перла. Этот парень даже согласился меня немного приодеть. А что, Кент, может, тебя оденем нормально? Что-нибудь такое-то покрасить. Пожалуйста. Что, тебе не нравится моя шапка, что ли? Кто приютит лепрекона? Смотри, это вот элитный реально магазин, то есть, ну, бинка. Это, ну, тут закупаются, а еще губернаторы там все, все в бинка закупают. Конечно, немного в его голосе слышен был подвох, но ничего страшного. Ведь хуже начального прикида быть уже не может. По крайней мере, я так думал на тот момент. И сейчас готовьтесь. Я вам покажу настоящего альфа-самца. И сапоги вожу. Ну-ка. О-о-о. Что это вообще такое? Слушай, нормально нафиг? Нет, слушай. Я вообще, я просто кайфую. Ты понимаешь? Ты посмотри на мое лицо. Ты понимаешь, кто тут гига нафиг? Ну, ты на человека... Ты на человека теперь похож. Расскажи мне тебе. Тяги, тяги под шляпу. Тяги под шляпу. Тяги бомбезные, слушай. А нет, тяги вообще бомбаные. После чего я путешествовал по карте в надежде найти типа с пушкой, чтобы узнать, где ее можно приобрести. А что, сложно ствол приобрести? Ну, разрешение нужно. А без разрешения? Я не знаю, где-то в больнице, либо покупать за коины. Блин, сложная история. Я этот пакет для новичков покупал, там все справки дают. А, понял. Но другие игроки мне подсказали, что ее можно купить на местной барахолке под названием Marketplace. И вот я, обтекая слюной, покупаю свое первое оружие. В надежде, что вот-вот скоро я начну свои грязные лепреконские делишки. Но меня, скорее всего, арестуют, потому что лицензии-то нет. На ствол. Ну все, дробовик купил. Так, теперь мне к нему нужны патроны. И самое забавное, что купить я его смог, а вытащить со склада его нельзя, потому что у меня слишком маленький уровень. У вас слишком маленький уровень для использования данного предмета. Понял. Так, а где мне устроиться на такси? Ну и без лицензии, насколько я понял, можно держать оружие в руках. Но для этого нужен второй уровень. И дабы не терять время впустую, я устроился работать таксистом. Какая-то она медленно. И с клиентами на сервере, где было 3000 онлайна, проблем у меня совсем не было. Поехали, только за умеренную плату. Ставь метку. Ну все, получается, смену отработал. Я говорю, что я предприниматель? Ну вот, как только у меня третий уровень появится, я буду самым главным лепреконом здесь, на районе. Да-да-да, понимаю, понимаю тебя. Ну вот, я тоже права там поехал, купил, вот. Поэтому не обращайте внимания, как я тут вожу. Я такая же, ничего страшного. Все, спасибо большое. Пока-пока. Ты пьянь просто. Я бы тебя догнал, если бы я был не на арендовой тачке, понял? А, я понял, все. Я ошибся. Ха-ха-ха. А, я пуст, все, меня не найти. Так, ну я тачку отработал, в принципе, уже. Работа таксистом была очень даже перспективной. Но если ты катаешься не на такой развалюхе, на которой катался я. Но я все время задавался вопросом. Сел бы я в реальности к таксисту, который приехал вот на такой машине. Я даже и не знаю. Спасибо вам большое, до свидания, удачно. До свидания. Но больше всего меня напрягало это то, какое количество таксистов работало. Я просто не успевал в этой приложухе принять хоть какой-то заказ. Складывалось впечатление, что ребята просто играют на автокликерах. Маршрут построен. 9 километров? Кто заказывал такси? Здравствуйте. Такси прибыло. Пристегните ремни, потому что, ну, всякое случается, сами понимаете. Как вам моя бибика? Шикарно. Ну, мне все так говорят, что это лучшая ласточка на районе просто. Не обращайте внимания, что нет двери. Это для скорости просто ее... А, нет! Все нормально. Не переживайте, с вами лучший водитель. Заказы приходили один за другим. Помимо опыта, я зарабатывал деньжато. Это было очень приятно. Так, и ремень сразу пристегните. Всякое случается. Я, конечно, не пытаюсь вас напугать. Сейчас долетим просто с ветерком. А знаете, почему с ветерком? Почему? Потому что у меня лобового стекла нет. Ха-ха-ха! Сюда просто. В какой-то момент ко мне подъезжает белый автомобиль и предлагает выполнить какое-то задание, за которое он хотел меня щедро вознаградить. Брат, брат, ты так сидишь. Да? Хочешь бабок зарабатывать? Конечно. Поехали. Братуха, 100к плачу. За что? Короче, там внизу, если так лежать, там скопление машин всяких разных. 100 раз, короче, из вас сможет разогнаться и въебаться во всех, нахуй, плачу 100кана. Выглядело задание это максимально просто, но хорошо, что со мной был пассажир, который объяснил, что если я это сделаю, то будет очень плохо, и я окажусь в тюрьме. На самом деле, меня это не останавливало. Если бы он мне заплатил 100 тысяч, я бы реально это сделал. Но платить первым он не стал. Тогда я просто поехал по своим делам. И вы, наверное, можете спросить, что там происходило. На самом деле, там происходило какое-то похищение. Но скоро об этом я вам все расскажу. Надолго останавливаться на работе таксиста я не собирался. Я прикупил себе удочку и поехал выполнять советы прошаренных игроков. Ловить рыбку. Здесь я смог насладиться умиротворением. Меня никто не доставал, никакой суматохи и летающих машин. Просто стоишь и ловишь рыбку. Так я простоял, наверное, около часа. Наловил себе где-то 3 килограмма и понял, что я не могу заниматься такими делами долго. Да и все задания здесь построены по принципу какого-то гринда. Ты должен бесконечно делать одни и те же действия. И тогда я решил найти себе более экшонистую работу. И поехал в полицейский участок в надежде, что кто-нибудь объяснит, как к ним попасть. Чтобы я мог ловить хотя бы бандитов. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно устроиться к вам на работу? Электронная заявка или отбор? Я поздоровался с одним из копов, взял его на руки и тут начинается просто нечто. Может идем покатаемся? Че стоишь? На, занюхни. Давай еще раз. А что происходит? Меня что-то прям порвало с того, как он занюхнул тупо. Ты там че уснул? Рассказывай еще что-нибудь. Да че рассказывать, я в шоке. Нам с этим полицейским было весело, пока до нас не докопался какой-то высокопоставленный гражданин. Скорее всего, он был агентом. Пошли покатаемся. Чис. На чем? На полицейский? На машине. Не, на полицейский у меня доступа нет своей. Чисто боевого пропуска. Этот паренек оказался довольно опытным в этой игре. И рассказал мне все то, о чем я должен был знать. Чтобы попасть в полицейский участок и служить закону, мне нужно было, как минимум, отслужить в армии и получить лицензию на оружие. А на это, чтоб вы понимали, нужно было потратить несколько дней. Но мы все равно нашли с ним выход из этой непростой ситуации. Он рассказал мне, что можно проникнуть в одну из банд и уже с ними делать грязные делишки. А как в банду вступить? Может в банку вступить какую-то? Просто я был в бане с седьмым рангом. Самая сильная банда это фиолетовая. Да ничего, подходишь, просто оговоришь в баскетбольный клуб. Туда вступаешь, ну и все. Ну и они там тебя зададут, просто я... Все, понял, сейчас поеду тогда пытаться проникать в банду. Первым же делом мы с моим новым другом поехали знакомиться с этой бандой фиолетовых, в которой он уже ранее состоял. А по приезде к ним оставалось пройти всего лишь небольшой тест. Вы из баскетбольного клуба? Молодой человек хочет к вам. Да, да, вот я хотел узнать. Пойдем. У вас к нам устроить, ну что? Да, ну хотел бы к вам вступить в баскетбольный клуб, я... Пойдем, все, пойдем. Смотрите, сеночка. И давайте документики. Ага, замечательно. Больше с ним не надо. Поворачивай здесь ко мне. Когда я повернулся к стенке, я должен был отыгрывать максимальное РП. То есть с точки зрения логики я смотрю в стенку. И не могу знать, чем занимается человек, который находится сзади меня. Короче, этот тест я прошел успешно. И они даже меня приняли в команду. Нифига себе, меня что, так просто приютили? Я в красную банду пытался внедряться, они сказали, что нафиг не надо им. И сейчас я подумал, ух, как заживем. Наконец-то я в банде. И начнутся жесткие движухи. Но, к сожалению, движухи были только в моем представлении. Банда фиолетовых баклажанов все время стояли АФК и в принципе не занимались ничем. И тогда я попробовал внедриться в другую команду, которая была более активной. А у вас вообще активные же, да, ребята? Да. Ну, я так, парень работящий. Таксистом недавно работал, рыбу ловил, короче. Короче говоря, мне удалось проникнуть в банду зеленых. И тут я был уже в предвкушении. В первые же минуты они пригласили меня на ограбление магазинов, чтобы подлутать немного деньжат. И тут я понял, что я попал туда, куда мне было нужно. Ну, сегодня, если ты там будешь в онлайне, мы можем поехать пограбить магазины там с этими сэвбаровцами постреляться. Пограбить людей. Я даже подумал, что это какая-то проверка. Спустя мгновение они даже передали мне калашек и различную амуницию. Теперь мне оставалось всего лишь купить маску. И раз я гремлин, маска должна быть подходящая. Блин, вот это реально лепрекон вообще жесткий. Маска должна была быть такой, чтобы все меня боялись. И я считаю, что 11 тысяч были потрачены не зря. Я теперь похож на лепрекона? И вот, потирая ладошки, мы все вместе отправляемся на первое наше ограбление. Короче, какой у нас план действий? Высаживаемся. Стоим в магазине, кто-то вне магазина может. И на улице, да, я на улице. Я могу внутри лечь, как вы учили. Да, за прилавком один кто-то грабит. Давай за прилавок тогда уж. Давай я буду грабить, а как грабить? Ананимус нам прислал сообщение с координатами магазинов, которые можно ограбить. Мы залетаем туда и начинаем лутать капусту. Давай, давай сюда конфеты нафиг, алкоголь сюда давай. Давай, ты, лысый. Главное, если нас залетают реддит ФБР или еще кто-то, то отменяю ограбление и просто отстреливаюсь. По три раза, короче. Ну, онлайн большой, должны подъехать. После первого ограбления чувак настолько испугался, что просто залез на стол и попутно доставал деньжата из кассы. Лысый, спускайся нафиг, деньги вытаскивай. Если вкратце, то деньжата выпадает, когда эта полоска подходит к концу. Мы подлутали довольно много, но не так много, чтобы хватило на всю команду. Поэтому мы отправляемся в следующий магазин. Много бабок там еще с филами решать там взятки, да, по процессу с вами. Какие прикольные. Самое интересное, когда тебя вяжут, ты влажешь доклады, тебя выпускают потом. Да, да, да. Мне с вами не смотрите. Да, да, да. Мужики, мужики, грабь. Не, 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 мы за машиной спрячемся, брат. Я пойду посмотри. Че-то там едет. Окей, давай. Ну ладно, ща попилим деньжата-то. Ну да. Щас заживем, наехать. И тут мы столкнулись с типами, которые просто за нами следили. Они явно хотели нас ограбить после того, как мы ограбим магазин. Но эти не просто так тут стоят, очевидно. Еще одна приехала, смотри. Братишка, не обессудь, я дернул мышкой случайно. Блебал, бать. Съеб... Или тулимся, тулимска. Ой, жан. Тулим, туй, туй. Сейчас нашей главной задачей было прикрыть тех, кто забрал деньги. Мы должны были задержать копов. Давай нафиг! Ну это анрил, нифига себе там типов. А че делать, ожидать или потерять сознание? Офигеть их тут прибыло сюда. Жесть! Фух! Ну теперь надо слева и ноги встать. Здравствуйте, а можно таблеточку попросить? Вы не обращаете внимания? Нас не задержали. Это было уже очень хорошо. Тем временем, один из бойцов смог умудриться засейвить Динжата. Мы залезали раны от потери, снова собрались и поехали грабить очередной магазин. Черт возьми! Вы посмотрите, как это атмосферно выглядит. Два гоблина ждут свою команду, чтобы наконец-то начать ограбление. Если что, дадут сигнал, я тебе скажу. Сайга в упорик кромсает, да? Да, да, да. Если что, стекло простреливается. Полиция Лос-Сентеса! Чем оставаться на своих местах? Рокер-Мерк! Или выходим? В подчинении мы будем вынуждены применить силу. Ебать! Продолжение следует... Да это Unreal, нахер. Как это вообще? Как с ними воевать-то? Не, надо на улице оставаться, потому что это фигня какая-то. Тут я сделал вывод для себя. Оставаться в помещении, когда приезжают копы, смысла нет. Они просто тебя забивают толпой. Но, как говорится, горький опыт, это тоже опыт. Дальше наш план был таков. Кататься по трассе и искать типов, которых мы сможем ограбить. И забегая немного вперед, я вам скажу, что это было очень весело. Тачки стопать, и это интереснее. Дальнобой. Нам просто нужен еще один. Чтобы вы понимали количество полицейских, которые к нам приезжали, посмотрите на это. Уезжай, уезжай! Уезжай, нахер! Это что такое? И чтоб вы понимали, когда мы ехали на очередную вылазку, нашего друга похитили. Нам нужно было с этим что-то делать. Здравствуйте. У меня на карте. Здравствуйте, там похищение происходит. Можете помочь? Там людей хитят возле 11 заправки. Фиповцы стреляются! Уже все. Их нет. Едь вперед, езжай вперед просто. Это не бронежилеты, это макит. Увидев наши бронежилеты, они отправляются за нами в погоню. И нам приходится с ними столкнуться. Садись, 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 садись. А! Колесо пробили. Я дал два хита. Три дал. Останавливай, останавливай машину, забей, останавливай машину. Они красные, они красные. У нас тачка вниз улетела. Выпрыгивай. Выпрыгнул. Так, ща, 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 ща будем выцеливать их. Мы в кустах, нормально. Они бросили свою машину и побежали за нами. Ну а тем временем мы сделали небольшой круг и решили угнать их тачку. Садись, 65 литров. Хуеть. А если что, можете за мной приехать? Все, она потухла? Нет? Ща мигалки включил. Белый автомобиль, прижимаемся к обочине. Белый автомобиль, прижимаемся к обочине. К обочине, прижимаемся. К обочине, прижимаемся. Прижимаемся к обочине. Прижимаемся к обочине, выходим из машины. документы документы предъявите нет тут двух людей похитили мы проверяем каждый автомобиль и в этом моменте у меня в голове появилась идея если чувак повелся на то что мы полицейские то мы могли бы спокойно их останавливать и выписывать им небольшие штрафы вреда это забавно надо говорить типа 1000 баксов давайте и кент не незамонкой не надо ехать пацаны геннад бро под это на нас это вы не не-не-не брат я подожди мы машину ментовскую или забери свои москвы 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 пацанов остановка останавливаемся сжимаемся в обочке выходите с транспортного средства молодой человек нарушает или что-то нет не ненавиде добро покажи свой документ да нарушает молодой человек что будем делать таки молодой человек вы состоите в баскетбольной команде за фамилии нет нет ничем не состоит то есть за этот штраф получается тикет я могу вам выписать на пятнадцать тысяч долларов согласно с этим и денег нет а сколько у вас есть две тысячи две тысячи ну посмотрите вот повернусь налево да вы туда шагала точки эти положите и вот мы уедем за спокойно есть перед лицом все нормально все блин все это все жестко здравствуйте выходите из машины немного пообщавшись с ребятами мы решили не брать с него деньги а наоборот немного отсыпать своих ведь я понимаю что такое быть таксистом да накинь ему побольше слышишь накиньте ему накиньте ему по косарю за неудобством 5 тысяч давай ему тоже скину ты там ты там слышишь всем не доверяй потому что мы эти тачки но ты понимаешь тем временем мы накатались свое удовольствие на полицейской тачке у нас кончился бензин и тогда мы решили немного пограбить прохожих настало 11 часов времени по москве и мы могли спокойно позволить себе грабить людей в гетто лимку тулим копа тулим копа 2 2 2 2 2 тулим копа тулим выпускай выпуская этого бандита отпускаем отпускающая расстреляем я не яйцами пускай его послышишь ребят давай давай не герой стиль тебя дома ждут и подожди директор и какие нибудь достался что получил это напротив мужички есть партнер бумажник у тебя находится нет 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 для чего то и вашего года находится в своем кармане прощупал человека напротив пошел кошелек достало его положил кошелек назад 700 баксов блядь в сша машина пошел с машины вышел с машины быстро улице не надо номера посмотри номера посмотри номера посмотри номера посмотри ляжу я неприкосновенен достал сяшки связал человека напротив каком кармане кошелек у тебя чем в каком кармане кошелек у тебя под яйцами под яйцами храню ограбить игрока на банковская карта находится в моем очке 10 тысяч прощупывая прощупывая игрока прощупал нашел нашел кошелек положил обратно вытащил деньги спасибо приятно было чё броник с тебя срезать братишка короче говоря мы полностью разделе ограбили этого полицейского по ощущениям это даже было выгоднее чем просто грабить магазины со временем ребята стали мне больше доверять и поэтому даже выделили мне одну машинку которую я мог использовать все время после чего ребята разошлись и отправились отдыхать но в этот день я планировал нафармить побольше деньжат и сейчас я вам покажу большие плюсы когда ты работаешь в банде если вкратце то у бандосов есть свои задачи например в одной из них можно почувствовать себя дифферсом кто понял тот понял как говорится но кто не понял сейчас объясню нужно развозить на специальные места чайные пакетики я осуждающий посмотрел на этого персонажа и взялся за эту задачу ведь так буквально за 20 минут можно было нафармить побольше деньжат крайне не одобряя подобные действия в реальной жизни но эта игра поэтому можно этим и позаниматься судя по этим желтым меткам в гетто очень любят чай о так это веселее чем копать тут можно и так на изи задания выполнять так это скорее всего снизу мне кажется вы просто посмотрите за две минуты я получал денег столько же чем за 10 минут фарма в той злополучной шахте чё ты тут делаешь офигеть короче говоря кататься мне приходилось много и колесил я по всей карте но это было все равно быстрее и выгоднее чем работа таксиста либо рыбаком считайте что я был просто доставщиком деливери который развозил людям чай выполнив один квест я сразу берусь за второй в котором нужно было угонять тачки я берусь за задание и вижу на карте что появился желтый круг это радиус где мне нужно было найти машину не знаю так это или нет ну по крайней мере я так подумал я отправляюсь туда никого не трогаю и вижу какой-то замес в котором я решил принять участие но это была моя большая роковая ошибка стреляя по бандосом набежали копы и просто меня растерзали толпой но в принципе как обычно как говорится известно всем как дважды два толпою гасят даже льва все остальное время я катался по карте и даже представить себе не мог чем я смогу себя занять и спустя огромное количество времени снова заходят мои друзья ребята с кем я вчера грабил и снова начинается жесткая движуха и сейчас готовьтесь я покажу вам самое эпичное ограбление мы собираемся толпой выезжаем на самый ближайший к нам магазин который уже грабила другая компашка мы врываемся в магазин и начинается жесткий движ еще одного убили вы все мертвы и просто складываемся всей толпой от одного челика который стоял с троповиком в тяжелой броне до красный давай 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 хорош все все убили меня свой убил медики не упачки это писк короче говоря это было реально весело ну ладно сейчас я вам покажу действительно жесткое ограбление на этот раз мы сделали работу над ошибками собрали побольше ребят и отправились грабить оружейный магазин ходят слухи что там выпадают пачки побольше отбивать это здание было гораздо проще из-за того что можно было на соседней крыше залазить с помощью лестниц все на крыше жду короче опять верт летит где но слышу вопрос тачка опять подъехала черная вышли два этих тучи 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 еще приехала мнение проехала я пойду в не спущусь забежал я бы пушкин забежал все нету нету деду д вертушка 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 это та же вертушка я не знаю как туда забраться дал ему много дал ему еще много убил из-за того что там сейчас она была большая у него нет кроме того и по жизни было велика видишь еще чуть-чуть и купилов и только я на самом деле у меня убили я этого вот теорий да уму много дал еще много дал все есть дал убил уже подбирал поднял руки вверх свалил отсюда нафиг валил нафиг прыгай вниз прыгай вниз меня не волнует еще выше у нафиг с вертолеты я тебе говорю вышел с вертолета откуда 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 убери вижу лучше всего убил 1 еще есть еще есть по моему где 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 еще один не знаю по мне кто-то да уж пожалуй это было самое эпичное ограбление которое у меня только было мы полностью смогли ограбить этот магазин и доставить пачки с деньгами домой сейчас вы можете меня спросить как я оказался в тюрьме но я просто был обязан это вам показать перед тем как я вам расскажу как вообще живется на зоне короче говоря мы ездили с пацанами грабили различных пешеходов принципе мы уже так делали поэтому звучало как что-то безобидное не так ли мы долго искали наших клиентов и вот нашли два сладеньких которые ехали на скутере и честно говоря в начале мы их даже грабить не собирались но они самую малость решили нам нагрубить тебе страшно смотреть мое лицо скажи мне что я могу брить его на шее незаконный незаконный по приему подстриги меня под нолик подстриги меня под я смотрю на тебя теперь хотя бы видно что нормальный человек скажу по секрету брить в этой игре можно только в крайних случаях и это является самым наказуемым преступлением поэтому я оказался в тюрьме но как же было это приятно сделать после того как они назвали нас клоунами на самом деле быть лысыми им даже больше к лицу так вот вернемся к тюремной жизни поначалу когда я оказался здесь я просто и не представлял чем тут можно заниматься но очевидно было что мне нужно было здесь просидеть около часа выключите музыку она мне на нервы действует а то бунт ша устроим за что сидите прям по-па-па-парап FEU 최ва чтобы ускорить выход нужно было выполнять различные задания и поверьте мне вы будете в шоке какие задания тут есть хотя в принципе это очень даже предсказуемо потому что находишься в тюрьме например первым заданием мне нужно было собрать бургер в начале я решил собрать бургер на свое усмотрение Добавил туда булочку, немного вкусного фасаби, а также котлетку. Приправил это вкусной горчицей и накрыл это булкой сверху. Но оказывается, бургер надо было собирать по рецепту. Надзиратель понял, что я никудышный повар, и поэтому назначил для меня самое лучшее задание, которое можно получить в тюрьме. И судя по всему, чистить толчки у меня получается лучше, чем готовить. Эх, говорила мне мама, что надо идти учиться на шеф-повара. Так бы я, скорее всего, спокойно собрал бургер по рецепту и не драйвил эти толчки. Подожди, а за то, что ты выполняешь эти задания, типа срок уменьшается? Спустя время я даже научился доблеско отдраивать эти туалеты. Буквально за несколько секунд. Спасибо этому добренькому дяденьке за такое прекрасное задание. Ах да, в тюрьме можно было еще и немного подзаработать деньги, играя в кости. Например, у кого выпадет больше число, тот и победил. А ставки могут быть от одной единицы доллара до нескольких миллионов. Ааа, изи побрил нафиг. Сюда моя десяточка вернулась. И все. Давай еще раз. За такое можно и вот так. Давай до победной. Давай. Ха-ха-ха, набрил тебя еще. На 500 тысяч пойдешь? У меня столько нету. 100 тысяч. Блин, 100 тысяч тоже. Давай 50, фиг с ним. 50, давай 50. Ха-ха-ха, блядь, шутбай, 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 шутбай. На 100 пошли. Все, все, я отработал свои банки, мужик. Да давай 100, давай 100. Да нет у меня столько денег. Да мужика, давай. Да есть, есть, пиздец. И вы мне скорее всего не поверите, но сидя на зоне я заработал денег больше, чем за все время игры на свободе. Также я там обрел некоторые знакомства. И знаете, тюрьма здесь это в принципе не такое уж и некомфортное место. Ведь в этой игре каждый отыгрывает так, как он желает. И каждый создает себе ту атмосферу, которую он хотел бы видеть. Эу, начальник, когда меня нафиг выпустят отсюда, я устал сидеть. О, Волтер Смит на это. Ты что, тоже тут сидишь? Иди отсюда. Че, че ты говоришь? Говорю, че? Тоже тут обзываешься? 7 минут мне осталось. Блин, да ты быстрее меня откинешься на это. Мне еще 23 минуты. Ну, ты понимаешь, что это, ну, типа, это на 10 умножишь, короче. Это тебе 3 часа, 3,5 часа получается. Даже не 4 часа. Ну, почти. 3 часа 50. То есть я должен еще 3 часа сидеть? У тебя сколько показывает? 23 минуты. 23 минуты умножить на 10, это все. Типа, тут одна, ну, тут одна секунда, это как в обычном времени 10 секунд, понимаешь? Идет так время. Тут еще дольше, чем, я думал, наоборот, типа. Не-не-не. И чтоб вы понимали, мне оставалось не 21 минуту, а 210 минут отсидеть в этой тюрьме. 210 минут реального времени. Мой вам совет, ребята. Лучше никого не подстригайте. А-а-а, смотри. У меня тоже есть. Да, теперь мы будем держать этот район. Слышь ты, волосатый, будешь толкан чистить. Давай, толкан бегом почистил. Давай, накинулся нафиг. И почистил толкан. А че он вышел? Он вышел? Он ливнул нафиг. Ну, слушай, теперь осталось только нас двое. Ты понимаешь, да? Давай поиграем. Кто самый лысый, тот и чистит толкан. Ха-ха-ха. Я даже могу шапку снять. Блин, ну ты проиграл, слышишь? Теперь вот это вот твое дело, смотри. Тебе нужно почистить форшмаки, которые мы там оставили. И спустя огромное количество времени, реальный день, меня выпустили на свободу. Свобода, свобода, уху. Это для семейного дома. Че, братуха, тебя подкинуть? Садись. Наконец-то я был свободен. Неописуемое чувство. Впереди нас ждало и последнее дельце. Помните, я рассказывал вам о том, что здесь можно похитить персонажей? Вот сейчас я вам расскажу, как это происходит. Мы ехали в сторону ограбления магазина. И в нас постоянно врезалась эта Бугатти. В какой-то момент, судя по всему, у них кончился бензин. И мы решили остановиться, чтобы узнать, как у них делишки. Заодно покатать их в нашем просторном багажнике. Давайте, пап, давайте, пап. Остановочка, остановочка. Вышел из машины. Я не вышел, я девушка. Сейчас, посмотрите. Достал веревку с ловчей напротив. Достал веревку с ловчей напротив. Я прощупываю карманы той и другой. Что ты? Почему сделал это? Я прощупал карманы, достал кошелёк. Молчи, пожалуйста. Прощупал карман, достал кошелёчек. Положил кошелёк на обратную. Кошелёчек. Ты что, пьяная, что ли? После этого мы закидываем их в багажник и увозим подальше от их машины, чтобы они больше не попадались к нам на пути. И высаживаем их далеко-далеко на пляжи, чтобы они пешочком добирались до Бугати. На самом деле, мы могли бы вызвать FBI и потребовать выкуп. Но на такие манипуляции нам нужно минимум 12 человек. Иначе нас бы просто растерзали. Достаю нож, развязываю верёвку. На самом деле, я был доволен собой. Ведь я за несколько дней смог подняться от самого нищего бомжа до члена группировки и пройти огромный, а главное насыщенный и интересный путь. Да, некоторые задания мне не совсем нравились по типу копания руды, потому что это один сплошной гринд одних и тех же действий. Но всё же, эта игра меня зацепила по-своему. Ведь это по большей степени социальный эксперимент, где ты общаешься с абсолютно разными людьми и получаешь колоссальный опыт. Ну а если ты хочешь увидеть больше подобного контента, то обязательно ставь лайк и поддержи меня комментиком. Для тех, кто хочет встретить меня в игре и пообщаться со мной лично, заходите на восьмой сервер Маджестика. Завтра будет открытие, и я туда обязательно зайду. И самое главное, вводите мой промокод, который вы видите сейчас на экране. Он вам даст 20 тысяч долларов на старте и платинум вип. С вами был я, Димас, и это была история о том, как я начал играть в GTA RP. Ну а ещё отдельное спасибо, хотел бы сказать Банде Зелёнок, что меня приютили и показали все фишки. Ну а с Митом отдельный привет.